Это одна из старейших и, пожалуй, самая необычная историческая постройка из всего богатого культурного наследия Казани. Памятник русским воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году. Согласно летописи, на второй день после взятия Казани Иван Грозный велел похоронить всех погибших в одной общей могиле. Воины были погребены на берегу Казанки, а на холме над братской могилой был построен монастырь Пресвятой Богородицы. Монахом Иван Грозный велел вечно молиться за убиенных. Ученые считают, что на этом месте похоронено несколько тысяч человек, как со званиями, так и обычные войны. Монастырь поначалу был деревянный и каждую весну в половодье подтапливался, поэтому обитель было решено перенести на Зелантову гору, а на месте братской могилы построить часовню. Почти через 300 лет, в 1811 году, благодаря стараниям архимандрита Зелантового монастыря Амбросия, начался сбор средств для строительства памятника над братской могилой. Автором проекта стал Николай Алферов. Храм был построен к 1823 году и освящен во имя нерукотворного образа спасителя. Храм-памятник погибшим воинам был построен в виде 20-метровой усеченной пирамиды, наверху которой был установлен золотой крест. С каждой стороны имеются ступеньки и входы, украшенные греческим портиком с колоннами. На фронтоне выполнена лепнина, изображающая Георгиевский крест с отходящими от него лучами. На фризе портала раньше была надпись «В память победе над татарами» в 1552 году, а при входе в церковь были изображены Иван Грозный и император Александр I. Но эти надписи и рисунки до наших дней не сохранились. В каждом углу пирамиды находятся кельи, в которых жили и молились монахи. В советское время службы в церкви прекратились, началось его разорение. Рядом с храмом валялись кости погребенных, из храма были похищены иконы. В 50-е годы прошлого столетия провели реставрацию памятника, в результате чего были уничтожены все надписи, касающиеся церкви, и снят крест. Лишь в 2001 году в храме возобновились службы. В 2004 году островок, на котором он стоял, соединили насыпью и мостиком с Кировской дамбой. И теперь желающие могут подойти и осмотреть достопримечательность. В 2007 году храм был передан Русской Православной Церкви. С 2011 года он стал подворьем Свято-Введенского Кизического мужского монастыря. Еще в 2019 году сообщалось, что готов окончательный проект реставрации памятника и к восстановлению должны приступить в 2020. Объект обнесли забором, и на этом пока работы прекратились. Внутрь храма нам пройти не удалось, все двери заперты. Но по сохранившимся сведениям известно, что в центре храма расположена церковь нерукотворного образа Спасителя. Внутри имеется подземный ход, ведущий к гробницам. Старожилы также подтверждают, что от храма до Кремля были подземные ходы. Но ученые и археологи опровергают эти слухи, объясняя, что прорыть под Казанкой такой длинный ход невозможно. Вместе с тем известно, что в 1836 году, спустя 13 лет после возведения храма на Казанке, в город приезжал император Николай I и встретился с архимандритом Зеландового монастыря Гавриилом. Узнав от священнослужителя о подземелье, император даже спускался туда. Рассказывают, что были смельчаки, которые прошли по тоннелю примерно до середины Казанки, но из-за завалов им пришлось возвратиться. Возможно, что подземный ход все-таки был, но неизвестно, куда он вел. К тому же сейчас узнать всю правду невозможно, поскольку после строительства Куйбышевского водохранилища все подпольные помещения, нижние ярусы и подземный ход были затоплены. КОНЕЦ